Здравствуйте! Сегодня многие снимают фильмы на телефон, но не у всех есть подставки. А я покажу сегодня, как можно из простых предметов сделать надежную устойчивую подставку. Для этого нам понадобится маленькая капроновая бутылочка, желательно прозрачная. Что нам надо здесь? Здесь прорезать две прорези по ширине телефона и по толщине его, чуть меньше. И в принципе наша подставка готова. Но она маленькая и стоит очень низко. Можно снимать. Мы сейчас сделаем еще одну треногу, подставку. Я нашел три палочки, обрезал их, чтобы они были одинаковой длины. Взял капроновую бутылку, разрезал ее. Нижняя часть у нас сантиметров 6, верхняя сантиметров 10. В дне прорезал прорези, чтобы наши палки вставлялись. И палки взял такой толщины, чтобы три штуки очень плотно входили в горлышко нашей бутылки. Итак, что мы делаем? Мы берем нижнюю часть и вставляем вверх. Так, мы вставили. Теперь в эти прорези вставляем палки. Закручиваем крышку. Посмотрите, у нас получилась устойчивая тренога. Хорошо, что палки кривые. Мы можем регулировать нашу треногу. Итак, у нас есть крепление для телефона и тренога. Что нам надо сделать? Нам надо их соединить. Можно примотать скотчем, но скотч ненадежный. Мы воспользуемся саморезом. Выкручиваем бутылку и для лучшей прочности мы засовываем сюда пробку с подвина. Берем пол и закручиваем. Теперь выкручиваем эту пробочку с треноги. Теперь нам надо прикрутить. Вот, прокрутили. И наша подставка готова. Она получилась на уровне нашего лица. И теперь могу. Вы можете увидеть. Найдите на минус в этом, что наша камера, так можно ее назвать, не может наклоняться ни в одну, ни в другую сторону. Или поворачиваться. Это я вам расскажу в следующем видео.